Всем привет! Хотя если вы живете во вселенной SCP и оказались там в небольшом параллельном мире под названием Алагада, то увидите, что в том месте все носят маски в самом буквальном смысле. Попав в этот мир, все его гости получают свою маску, которую невозможно снять. Расстаться с этим атрибутом можно только вернувшись из Алагада в реальный мир. В этом случае маска просто пропадает. Но иногда так бывает, что маски из этого странного места также попадают и в наш мир. Например, SCP-049 «Чумной доктор» по сюжету серии рассказов, которые я понемногу сейчас перевожу, пришел в наш мир из Алагады, не сняв маски, потому что она заменила ему лицо, соединившись напрямую с его черепом и став частью его тела. Но в этом видео речь пойдет не о нем, а о его друге, который также покинул мир Алагады и пришел в наш мир, но не в виде какого-то чудного существа, а в виде маски самой по себе. Да, маска SCP-035 знает Чумного доктора. Об этом говорится в рассказе, который я на момент записи этого видео еще не перевел. И не только потому, что они жили в одном параллельном мире. В том же рассказе написано, что маска и доктор как минимум неравнодушны друг другу. Так что, выходит, что все эти фан-арты теперь канон. Вернее, доктор не помнит его жизни в прошлом, а маска в рассказах утверждает, что у них были близкие отношения. Хотя, возможно, это очередной ее трюк. Но знают они друг друга точно, потому что когда маска еще не появилась в нашем мире, она была черным лордом страдания Алагады, который вместе с тремя другими лордами правил тем странным мирком. Именно черный лорд посвятил SCP-049 в тайной темной хирургии, научив его оживлять мертвецов. Однако, трое других лордов в маске не простили ему того, что он пытался возвыситься над остальными, набирая все больше живых и не очень сторонников. В рассказе «Полуночный парад» написано, что трое оставшихся лордов настолько завидовали высокому статусу лорда страдания среди прочих существ, что решили избавиться от него. Они сговорились и выгнали его в наш мир, где это могущественное, но не имеющее материального тела существо просто развалилось на несколько частей, не имея возможности продолжить существовать как раньше. В нашем, куда более реальном мире, чем похожее на страшный сон Алагада, личность черного лорда оказалась заключена в маске SCP-035, в то время как большая часть его силы воплотилась в виде неуязвимой рептилии SCP-682. Таким образом, черный лорд оказался относительно беспомощен без своих сил и может только лишь управлять тем, кто имеет неосторожность надеть маску SCP-035 на лицо. Хотя время от времени ему удается достаточно сильно влиять на разум оказавшихся неподалеку. Это, конечно, довольно внушительные способности, но по сравнению с тем, чем был черный лорд ранее, это очень мало. Главная сила маски заключается в той личности, что в ней содержится, ведь лорд страдания это опытный интриган, умеющий втягивать в свои сети обманом и лестью практически кого угодно. Он занимается этим буквально несчетное количество лет, ведь Алагада существует вне времени и досконально изучил психологию людей и существ из других миров. Потому фонд SCP хранит маску, допуская к ней персонал лишь в самых редких случаях, стараясь не пускать к ней людей, которые бы могли стать ее новыми носителями. Ведь сочетание практически безграничной хитрости, опыта обмана и способности влиять на умыживых в существенном расстоянии делают этот объект крайне опасным. Однако совсем оставить без внимания маску фонд не может, ведь знания этого потустороннего существа бесценны. Во время допроса одного из носителей выяснилось, что SCP-035 проявляет интерес к SCP-682, очевидно желая воссоединиться обратно с ним в единую сущность. И в рассказе размышления о втором, который я уже много раз упоминал на этом канале, говорится о том, что в постапокалиптическом будущем ящер SCP-682 в итоге нацепил SCP-035 и снова стал лордом. Правда почему-то гордыня, а не страдания, какого-то объяснения этому я не нашел, видимо развился как персонаж, наверное, перестал страдать и оттого стал горд собой. Или эти разъединенные части как-то не так соединились, кто знает, однако в Лагаду ему обратно попасть не удалось, и так он остался в конце своей истории огромным ящером с висящей на нем маской среди мертвой пустыни. На этом лор маски SCP-035, который возможно найти на сайте SCP, заканчивается. Да, его в целом немного, и история маски больше раскрывается как часть других существ, того же ящера или чумного доктора. Потому это скорее такой вспомогательный персонаж для других историй. А раз у такого популярного персонажа нет какой-то подробной предыстории, по нему, конечно же, появилось полно самых разных фанатских теорий. И самое очевидное из них в том, чтобы связать маску с древнегреческой мифологией. Ведь сама маска может иметь вид древнегреческой маски трагического или комического актера. Такие маски надевали актеры древних театров, чтобы зрителям было проще следить за сюжетом и персонажами. Но мне такая теория не слишком нравится, потому что в мире SCP как бы нет греческих богов, хватает и своих. Да и вообще сливать SCP и какую-то мифологию в одно – идея, как мне кажется, не очень удачная. Кроме того, древнегреческие маски делались из недолговечных материалов, и до наших дней не сохранилось ни одной. Их внешний вид мы знаем только из описаний и рисунков, а у нас тут в конце концов псевдореализм. Так что маска – это скорее всего венецианская. Да и по сюжету самого SCP-объекта она была найдена именно в Венеции. И сделана она, скорее всего, была тоже в самой Венеции. Из SCP-701 мы знаем, что различные существа из Аллагады посещали Флоренцию, Милан и другие итальянские города-государства. То есть, скорее всего, и Венецию в том числе. Кроме этого, буквально вся Аллагада ходит в этих венецианских масках. Среди жителей Аллагады эти маски были очень популярны. Их ношение – это обязательное условие жизни в этом городе. Даже тот же Чумной Доктор носит не настоящую средневековую маску Чумного Доктора, а карнавальную венецианскую, лишь изображая средневекового врачевателя. И лорды в масках были не исключением. Четыре лорда в масках носили маски, изображающие древнегреческих актеров – трагического, упорного, ненавидящего и счастливого или комического. А как же они туда попали? Да самым простым способом. Ведь в том же SCP-701 написано, что посол Аллагады торговал сильнейшими ядами и другими зловещими предметами. А раз он что-то продавал, значит он что-то и покупал. Те же маски. Тем более, что по сюжету самого SCP-701, посланник мира Аллагады очень любил посещать театры и карнавалы. Свою же силу маска приобрела, когда могущественного владельца выгнали в наш мир. И его личность питалась в единственный материальный предмет, из которого он состоял, то есть в саму трагическую маску. Так и появился SCP-035, который фонд SCP нашел в запечатанном в доме во Флоренции. Во всем этом остается одна непонятная деталь. Ведь по сюжету маска не всегда изображает трагического актера, и иногда она становится счастливым. Но ведь маску счастливого актера носит другой лорд – красный лорд. Меняя свою маску, черный лорд так изображает красного? Или может он так обманул двух других лордов? И на самом деле, черный лорд и красный лорд – это одна сущность. Одна часть которой до сих пор правит Аллагадой, а другая зачем-то пребывает в нашем мире в форме маски и ящера. А если связать это все еще и с Алым Королем, то вообще какая-то выходит дичь. Ведь по одной из теорий, SCP-682 – это проявление Алого Короля в нашем мире. Но при этом это часть черного лорда, который в то же время и красный лорд. То есть как минимум два из четырех лордов Аллагады – это проявление Алого Короля. Ладно, я думаю, где-то здесь стоит остановиться в этих теориях. Короче, такая вот теория, при этом не противоречащая ни одному рассказу на сайте SCP. Во всяком случае, из тех, которые я нашел. Кстати, а что вы думаете о взаимосвязи этих персонажей? Напишите в комментариях. Да, и лично ты, тот человек, который читал тот рассказ, который мне не попался, но который рушит все мои теории. Ты тоже об этом напиши. Всем желаю подобрать подходящую маску и всем пока.